Подать заявление на регистрацию брака теперь можно за год до торжества, а запись актов гражданского состояния будут вести в бессрочном электронном реестре. Изменился и размер самих бланков, они стали больше и имеют QR-код. Об этих и других нововведениях в системе ЗАГС в материале Марии Кретовой. ЗАГС Порядок подачи заявлений позволяет изменить дату бракосочетания даже после резервирования, но не позднее, чем за месяц до свадьбы. Все данные о браках и разводах, рождении и усыновлении, о сменах имен, установлении отцовства и смерти граждан теперь будут заносить в единый государственный реестр ЗАГС. Такая система распространена на территории всей Российской Федерации. База отныне единая по всей Российской Федерации. До недавнего времени все актовые записи составлялись в двух экземплярах. Один документ оставался в местном ЗАГСе, второй направлялся в областное управление, где хранился 100 лет. Затем акты передавались в Госархив. Сейчас же второй экземпляр акта составляется в электронном виде в едином госреестре. Новая система позволит получать повторные свидетельства в день обращения по месту жительства. С октября месяца мы туда вносим информацию о новых актовых записи, но также туда будет подгружаться информация о всех актовых записях, находящихся у нас на хранении. Сейчас они переводятся в электронный вид, конвертируются эти актовые записи, и потом, соответственно, они будут подгружаться в этот реестр. И вот эта работа будет продолжаться еще два года, 19-20 годы, и с 1 января 2021 года получится вот такая удивительная и замечательная возможность получать повторные свидетельства, находясь по месту жительства. Изменились и сами бланки гербовых свидетельств. Теперь формат документов А4. Кроме того, в свидетельствах появились новые графы. Например, свидетельствия о рождении деток, новорожденных, появились такие графы, как дата рождения родителей, то есть мамы и папы указывается теперь. А сама актовая запись, ее номер стал состоять из 21 цифры, что ранее было не так. Также QR-код появился на гербовом документе. И также во всех видах документов появилась дополнительная графа места выдачи гербового документа и места государственной регистрации акта гражданского состояния. Новая система позволит получать все сведения через сайт госуслуг. А сами ЗАГСы будут автоматизировано передавать их в различные ведомства, где требуются справки и документы от граждан. Этими же сведениями будут пользоваться и налоговики. В управлении ЗАГС Старого Оскола к середине ноября в электронную форму перевели 111% данных от запланированных на 2018 год.